На территории Ленинградской области сейчас проводится профилактическое мероприятие «Инвалид». Инспекторы ГИБДД отправились в рейд, чтобы посмотреть, как соблюдаются правила парковки у торговых центров и не нарушаются ли права инвалидов. На парковочных площадках предусматривается в соответствии с федеральным законом номер 181 о социальной защите для инвалидов беспрепятственный доступ, который подразумевает не менее 10%, но не менее одного места на парковочной площадке. Парковочное место для инвалида подразумевает собой ширину. Парковочная ширина должна быть составлять не менее 3,5 метров для более-менее удобного выхода данных участников дорожного движения. На парковках в начале некоторых рядов установлен знак. Стрелка указывает в сторону, где на протяжении 10 метров предусмотрены места для инвалидов. Сюда помещается 4 машины, водители которых должны иметь специальное удостоверение. Не заходя далеко, инспекторы принимаются за работу. У первого же автовладельца, который по счастью для него оказался за рулем, но по несчастью и необоснованно причислил себя к ряду инвалидов, нужного документа не оказалось. Ну, свободно было. Господи, свободно. Ставь куда хочешь. Так другие места тоже были свободные? Ну, поставил. Ну, чего теперь? И чего теперь вам грозит? Ну, откуда я знаю. Еще больше на этот раз не повезло водителю вот этого авто. По закону машины, стоящие на месте, предусмотренным для водителя инвалида и не отмеченные специальным знаком, без оповещения владельца забирает эвакуатор. Процесс можно остановить, если водитель вернется до отъезда эвакуатора. Так случилось на этот раз. Девушка подоспела к моменту составления акта. И это только оплата вольного паркования. Девушке придется раскошелиться еще и за работу эвакуатора, чего избежал первый оштрафованный на этой стоянке водитель. У вас в семье есть водители? Вот я сейчас приехала с водителем. Ваш водитель никогда не встает на такие подобные места? Нет, если написано. Честно, честно говоря, нет. Берегите свои накопления и соблюдайте правила. Быть в ладу с законом всегда приятно, а главное – не затратно для кошелька. Татьяна Черноиванова, Максим Маючий, Телеканал Ореол.